Есть такой стандартный способ работать с последовательностями. У каждого числа указывать его номер. 8 это 6 число фи... Что? Я обозначение чисел фи... Ну, в некоторых книжках по-другому обозначается. Дело не в этом. Вот Коля хочет, чтобы особенно легко запомнить, дело в том, что 144 это 12 в квадрате, и поэтому для самоконтроля, что мы не сбились с нумерацией, 144 это фи 12. Дальше. Вот номер. Это номера ответов, да? Да. Теперь какое мне надо проверить дождество? Потому что первое слагаемое это 1, 2, 3 или n-1. И это все n. Да, согласен. Теперь посмотрим, какая формула будет для фи 2n плюс 2. Должна быть. Видно, что вот здесь было n, стало n плюс 1. Было n минус, а не стало n. Да. Возьмем разность этих двух строк. Нижний, нижняя минус верхний. Да. Чему будет равна? Фи 2n плюс 2 минус фи 2n. Чему равно? Вот. Понял, Коля? Хорошо. Нет, секунду, нет, нет, нехорошо. Это принципиальная штука. А вот это принципиальная штука. Заметьте, ребята. Вот ради этого стоило проводить этот урок. Вы искренне не понимаете разницу между номером и самим числом. Но давайте я по этому поводу скажу вам такую историю. Вот представьте себе, что вы берете телефонный номер, ну прям свой, да? И домашний, знаете, наносу? Да. Замечательно. И вот прям отсюда звоните себе домой. И в последней цифре на единичку или на двоечку наберите не тот. Как вы считаете, вы попадете к себе домой? Нет. А казалось бы, вы же набрали почти все цифры правильно. А потому что на самом деле номер – это что-то вроде имени. Согласны? Например, Ниша и Маша. Согласны, что бывает очень большая разница между Нишей и Машей, да? А почему? Казалось бы, изменили всего лишь одну букву. Ответ. А потому что имя или в данном случае номер числа – это же не само число. Вот если взять само число, сколько там миллионов или там миллиардов, и заменить у него последний разряд – это мелочь. Вот берите весь длинный телефонный номер, как он там звучит. Там трехзначный сначала код, да? Так, Машей. Вот. И потом еще семь цифр. Всего десять цифр, да? Это много миллиардов. Изменили последнюю цифру. Казалось бы, что чуть-чуть всего-то изменилось. А нет. Это номер. И поэтому от изменения даже одной цифры… Пока все понятно? Да. Пока все понятно. Итак, есть огромная разница – прибавить двойку к числу или изменить номер. Пожалуйста, еще раз, учитывая это, посмотрите на все эти формулы. И главное, себе в тетрадь прямо целиком эту длинную формулу запишите. Если предполагаешь, что первые несколько чисел вот были такие, то в таком случае, смотрите, чего он хочет. Он считает, что мы с вами сделали несколько вычислений. Ну вот, как я. Я дошел до числа 377. И все было правильно. И теперь идем, делаем следующий шаг. То есть, смотрите, он считает, что формула для фи-двоенного верна. Вот это верна, а это я хочу вывести. Это называется индукционный переход. Так в математике очень часто. От какой-то величины переходят к следующей. Считаем, что мы вот разобрались с числом и, соответственно, переходим к следующему. То есть, я хочу доказать, что у кого-то разница в этот срок. Он проверит, что там получается верное равенство. И таким способом получится. Проверю нижнюю скочку. Ну что, переписали? Чему равна разность фи-два-детимет плюс второго и фи-два-два? Ну покажи там. Например, фи-двенадцатое минус фи-десятое. Или фи-десятое минус фи-восьмое. По определению чисел Фибоначчи, когда из 144 вычитаешь 55, что получается? Получается число, которое между ними. Правильно? Напомните, что мы делали, когда выписывали последовательность? Мы складывали уже два предыдущих написанных и получали следующее. Так? Да. Замечательно. Значит, разность вот этих двух чисел – это фи-два-н плюс первое. Да. То, что расположено между ними. Фи-два-н плюс первое. Да. Да. Нужно доказать фактически эту формулу. По одному разу берем все числа Фибоначчи с четными номерами и еще прибавляем единичку. Смотрите, сейчас можно сказать, что фи-второе плюс единица. Ну, помните, у нас там было две единицы. То есть надо стереть прямо единичку и написать вместо нее фи-первое. Да, отлично. Замечательно. Теперь у нас есть рекуррентное соотношение для чисел Фибоначчи. Поэтому фи-второе плюс фи-первое… Коль, они не привыкли еще к букве Н. Напиши, пожалуйста, ту же самую строчку для конкретного значения Н. Например, фи-одиннадцатое – это фи-десятое плюс фи-восьмое плюс… Еще плюс должен быть между фи, Коль. Между буквами фи. И там тоже. Фи-десятое и фи-восьмое между ними должны быть плюсик. Фи-шетое, фи-второе и фи-первое. Вот если мы с вами поймем, почему вот эта строчка очевидна, то на самом деле и то, что над ней, мы тоже поймем, потому что там то же самое, только для любого Н. Так. Да. Смотрите. Я беру тряпку. Теперь. Видите? Фи-второе плюс фи-первое. А теперь ты положи тряпку. Вот. В смысле? Да. Не нападай на формулу. Лучше подчеркни фи-второе плюс фи-первое и напиши, что это фи-треть. Так будет понятнее. После этого отчеркни фи-четвертое и фи-третье и напиши, что это по определению последовательности Фибоначчи-фи-пятое. Фи-шетое. Фи-шетое. Вот. Шестое и пятое – это седьмое. Седьмое и восьмое – это фи-девятое. И, наконец, десятое и девятое – это фи-одиннадцатое. Спасибо. Все правильно.